Сэрик Хэлшин 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 И семь человек стали призерами и чемпионами Советского Союза по разным возрастам. Это Зауров Магомед, Зауров Казбек, Зауров Баял, затем Жаниев Умар, Жаниев Казбек, Катиев Ахмед, и седьмой у нас это Мургустов Беслан, да, Исаак Мургустов. Вот, это ребята в короткое время стали там. Как быстро пришел успех первый, вот ваши воспитанники? Первый год, второй год или через пять лет в пригородном районе? Умею опыт приехать, да, если человек не имеет опыта, он никогда на второй год не будет давать результат. У меня уже на второй год Зауров Казбек уже был победителем юноши по России. Также Умар, на второй, на третий год он стал. Также призером, то есть чемпионом, то есть победителем турнира стал Умар на второй год. Это в Белгороде, затем через три года призером Советского Союза. В Ташкенте стал Зауров Казбек. И много ребят на спаррингах, на соревнованиях давали результаты. В Ленинграде выступили через два года, по-моему, где-то будем в втором году. Эти ребята уже дали, двое стали, Арцигов Иса и Хазиев Алихан, стали тогда чемпионами, вот. Ну, я чему-то говорю, конечно, если ты не имеешь образования, не имеешь опыта, сам не боксировал, тогда, конечно, откуда эти будут результаты, результатов не будет, вот, СД. Ну, у меня был прекрасный тренер, контр-адмирал, это... Казахстан, да? Да, прекрасный тренер, я от него очень много полезного взял, мы за него говорили, он недавно нас приглашал, мы были в Казахстане, он ребятам рассказывал, вот, о работе. Я думаю, что он, может быть, и приедет к нам как-то в гости, мы постараемся. Да, там, конечно, и оплатил там, тоже нас хорошо встретил. Ну, вот, богатейший свой опыт он передал мне, еще у меня был тренер, Хаялиев такой был, после того, как уехал Петров Анатолий Леонидович, после него стал Хаялиев. Ну, у него такая своеобразная была, своеобразная была судьба, он был там на вольном поселении, и в это время тренировал нас, много тоже полезного, хорошего дал. А вот там, проработал 12 лет в Корца, вы вынуждены были переехать на Зрань, к сожалению. Ну, и здесь практически тогда не было букса, да и спорта практически не было, потому что не было никаких условий. Вы все равно никуда не уехали, вас приглашали, приглашали регионы, где есть прекрасные условия, где вас знали, где вас ценили, и где были уверены, что воспитатель для них, хороший боксер, вы не уехали. И здесь начали создавать условия, в школе практически, где не было ничего, не было. Да, здесь, в Ингушетии, собственно говоря, только она образовалась, тут по-крупному ничего не было, нам надо было по-крупному развернуть бокс. Что для этого было необходимо? Значит, во-первых, я съездил в Москву, там, к многим обращался. И вы знаете, очень сильно они были, работали, возможности имели, но, тем не менее, они пошли навстречу. Когда я объяснил Мусе Келлигу вот так и так, вот положение вот такое, давай детей мы от улицы оторвем, поможем, чтобы с ними, чтобы они по улице не шатали, чтобы у нас были результаты, чтобы прославлять республику молодую. Ну, сам выслушал, я ему сказал, вот там есть в Химках, потом, значит, и в Химках, и еще там в одном подмосковном городе, в одном месте тренажеры делают, в другом месте ринги делают. Ринги, тренажеры делают, вот. Я попросил, говорю, перечислить деньги, я заберу оборудование и привезу. На шести машинах я в то время завез, я об этом не раз говорил, завез. Это спортивное оборудование, везде по две машины растал. На то время три крупных района у наших оставалось, это Слепцовск, Молгобек и Назрань. Везде развез это оборудование, собственно говоря, там расставили. Затем с прыгана района у меня было уже много опытных ребят. Эти ребята стали тренировать, и мощно по всей республике, почти по всей республике ребята были задействованы, они стали давать результаты. Так вот зарождалась школа бокса в Ингушетии. Который функционирует до сих пор в тур. Он был у нас и в Корца, этот клуб «Штурм». Были у меня ребята разной национальности, были русские, были осетины, были украинцы, были ребята. Все дружно жили. Вы их не делили? Абсолютно. Хоть сегодня они придут, я их всегда готов встретить. И так я их встречаю. И сегодня я приглашаю ребят из Осетии. Вот такое общение у нас должно быть. Вот. И в Сочи мы ездили туда. Вот это мир. Ну, конечно. Вот сейчас я смотрю дзюдо. Ребята под дзюдо ездят в Осетию. Те в свою очередь сюда ездят. Ну, вот общение-то приводит к хорошему всегда. Понятно. Руслан, а вот здесь, в Ингушетии, как тоже скоро начнет добиваться успех? Вот ваши ребята, насколько они танантливы были? Как получалось, складывалось все? Именно с воспитанниками. Вы имеете боксеров? Да. Боксеров, кикбоксеров тоже. Ну, что я хочу сказать? Мы сильные боксеры или командные боксеры? Ну, по кикбоксу, допустим, у нас команда стала лучшей в мире, в Ирландии. Это был 2000 год в Ирландии. Из 11 медалей мы забрали три золотые медали, одну бронзовую. Один ученик был Местоева, Макшерипа, а остальные все были мои. Мне было приятно, что мы в короткое время сразу потеснили кикбоксера. Боксера я подвез очень мощно. Для меня кикбокс очень знакомый. Работа ногами я неоднократно смотрел, еще и в Казахстане наблюдал. Я уважаю этот вид спорта. Он где-то родственный с боксом. Но больше, конечно, внимания уделяем боксу. Результаты, конечно, мы в короткое время стали давать здесь сильные. В 93-м, в 94-м? Да, в 93-м, в 94-м, и пошло, и пошло. Но, что я хочу сказать, что результат у нас по Юго-России. Иногда мы выходили на второе место в командном зачете, на третье выходили, на четвертое, на пятом, по три, четыре, пять чемпионов Юго-России. Ну, это из 14-15 регионов сразу столько ребят выдавать. Это было нелегко. Я и в пригородном районе, собственно говоря, всегда мы там теснили. Там и Умар Джанин, там и Ахмед Катиев, там и Зауров. Они у меня проходили и на России давали сильные результаты. Я имею в виду на чемпионате среди взрослых. Ну, уж, дыхалось. Понятно. Ну, вообще, очень важно отношение между тренером и его воспитанником. Всегда ли благодарен воспитанник ваш, вообще тренер имеется в виду, за ту работу, которую он провел с ним? Ведь тренер, он практически живет этим, своими воспитанниками. Всегда ли такая благодарность появляется с их стороны? Всегда ли они понимают отношение тренера к себе? Ну, вы понимаете, вот такой вопрос, я думаю, я думаю, знаете, там, я думаю, это в короткое время тяжело сейчас обсудить этот вопрос за такое короткое время. Будет время, мы поговорим более широко. Но, хочу сказать так, если тренера мощного не будет, никогда чемпионов не будет. Это как дважды два. Какой бы я, допустим, шустрый не был, если бы у меня не был бы сильный хороший тренер, конечно, мне бы в Казахстане было бы тяжеловато. Мог бы я еще дальше пойти, там, за пределы, там, далеко пойти. Хотя немало есть свидетелей, знаю, понял, когда хорошо боксировал, там, все такое. Но мог бы и дальше пойти, в связи с тем, что отец у меня был инвалид второй группы отечественной войны. Ну, он еще прошел там, значит, озеро Хасан, Ханкингол, это почти две войны, участвовал в две войны. И вот еще три сестренки, конечно, мне пришлось рано забросить бокс и заниматься одновременно, помогать семье. Я не смог дальше пойти. Но, тем не менее, я знаю цену этой работы. Один-два процента таланта, остальное все тренер, да? А там в основном тренер. В основном тренер. Лично я так считаю. У меня, я уже доказал, сколько этих результатов, сколько этих чемпионов. Они сами за себя говорят. И потом, я, допустим, начал тренироваться, там рядом пошел, да? Отец мне говорит, он меня взял, снял с этого, допустим, спустя месяц, он узнал, где есть сильный тренер. И повез меня на край города, в Казахстане. И я там тренировался уже у другого, опытного, сильного тренера. Я почувствовал сразу результаты, прочие дела. Вот. А это одно. Во-вторых, что, если не будет сильного тренера, ничего толку не будет. Вы представляете, у нас 6 миллиардов людей на земном шаре. Если бы не было бы, если не нужно было бы тренера, все бы стали чемпионами мира. Я сейчас задал вопрос, потому что, вас перебиваю, все мы знаем, хорошо Гуссахидника, очень много нас наслышаны. И вот постоянно, сначала произносим имя тренера Гуссахидника, затем говорит о сборной России по футболу. И именно благодаря ему добилась наша сборная успеха впервые, да? Да, да. Вот об этом пишут многие газеты, кстати. И вот мы знаем, что вот хватит ли нам полхидинга, полтренера. А вопрос, который я вас задавал, не хотели бы вы уехать, а почему не уехали, это не случайно. Вот, все-таки этот тренер, это очень многое значит. Да, вот тренера заметили, и видите, почти везде на первой полосе крупным планом идет Гусс Хигганс. Да. Почему? Потому что этот человек делает погоду. В основном он делает эту погоду. Я бы еще туда добавил Отор Хагель, тренер такой был немецкий. Он тренировал греческую команду, и вот несколько лет назад он вывел на первое место в Европе эту футбольную команду. А мы же знаем, что у Греции нет сильных игроков, звезд нету, которым платят миллионы долларов. Это, допустим, в Англии, там, возьмите сборную Испании, там, вы представляете, какие игроки, да, и они проиграли. А почему не проиграли? Хотя звезды были очень сильные. Да благодаря вот этому тренеру, который умел расставлять своих игроков и выжимать с каждого то, что он может сделать, он умел подбирать, тактику знал, технику знал, прочие дела знал, сложный футбол знал. Поэтому он вывел в Грецию на первое место. Этот тренер, конечно, очень дорогостоящий. Гус Хигганс, правильно вы говорите, Гус Хигганс, дорогой. Вы представляете, он одновременно в двух странах работает. И меня удивляет, когда стоят там, которые хотят, допустим, тренера где-то прокатить, я бы сказал так, мягко. Вот, здесь попадается поначалу молчить, да, потом, когда я его подниму, там сделаю известным, гляжу, он человек, уже эти родители, особенно своеобразные, попадаются. Да, знают. Да, не-не-не, они начинают там, уже этот, вот здесь почти ничего нету, а тут мы сами все, чему это делается? Ну, понятно. А тут воспитание, наверное. Вот это элемент воспитания в семье. Тут же лук играет роль, понимаете, уже начинается, да, конечно, аппетит уже начинает в другую сторону, так же тоже нельзя. Если бы они меня предупредили бы, заранее сказали, Руслан, мы потом тебя прокатим. Разумеется, мы с такими людьми долго бы не работали. Я бы сразу отправил домой. Ну, еще что я хочу добавить? Можно я добавлю? Нет, подожди, мысль довести, хотел мысль до конца довести. Да. Но тем не менее, я хочу сказать, народ у нас прекрасный, прекрасный народ. 90% очень хороший. Попадаются ребята прекрасно, попадаются прекрасно родители. Но попадаются нерадивые, всякие бывают. Один бывает понимающий, там где-то все соображается, с такими легко работать. А бывает, где-то раз сел, там, прикидывается хорошеньким, и где-то в какое-то время, допустим, я уже этих людей не узнаю. Пропадают неожиданно. И такие попадаются. Ну, я думаю, что это... Продолжая эту тему, тренироваться у такого опыта тренера, как у других регионов, это дорогое удовольствие. Значит, это 100 долларов за сутки и выше. Вы работаете, воспитываете этих молодых спортсменов, то есть взрослых, которые уже... Заявили себе. Бесплатно. Неужели вы, опять я говорю, вот что вас останавливало? Не выезжать. Не выезжать, вот заниматься именно с нашими детьми. Вот почему бесплатно работают здесь вот так? Ну, вы правильно заметили. Собственно говоря, вот сейчас, недавно я звоню, там, один известный боксер, я просто его фамилию не называюсь, кому надо будет, я скажу. Он говорит, я отвел, говорит, хорошего парня, хорошему, сильному тренеру, известному тренеру в России, в Советском Союзе, ну, у него ставка до сутки где-то 100 долларов. Там тренирует он, объясняет, там, прочие дела. Вот в сутки где-то 100 долларов. Но я за все время ни одного рубля, ни с одного ребенка не взял. У меня прошло много тысяч ребят. Я как-то говорю, пусть один подойдет и скажет, Услан Чапанов, с меня брал деньги. А ведь у меня прошло несколько тысяч ребят. Ни в Пригодном районе, ни здесь, в Ингушетии. Почему? Потому что сегодня, как можно брать деньги? Тем более, понимая, положение у нас тяжелое, в том смысле, республика только появилась. Сколько нужны деньги на дело? И, разумеется, то, что я зарабатываю, даже, вот, допустим, мы заработали, допустим, с учеников, конечно, мы должны делиться. Это я всегда говорил. И родителям говорю, заработали, мы должны делиться. Не устраивает. Поведите другому. Найдите человека, который будет просто за воздух работать. Не бывает. Кушать, ты хочешь кушать, я хочу. Вот, это так не делается. Конечно, пусть даже, там, определенно, как договорились, допустим, да, какую-то сумму имеет, 20-30 процентов, или сколько там, 50-50, по-разному договариваются, вот. И то, я что хочу сказать. Эти деньги идут на что? В первую очередь, на то, знаете, я спортсменов спускаю. Вожу на соревнования, там где-то помочь, где-то еще что-то. Бывает, заболел. И такое бывает. И туда отдаю эти деньги. Собственно, те деньги, которые я заработал, вот вы сегодня были у меня. То, что заработал, вы то и видите. Вот, действительно, деньги, которые уделяются государством, не всегда хватает, чтобы вывозить спортсменов на соревнования. А это необходимо для спортсмена, участвовать в соревнованиях. Он должен привык к рингу, к публике. И вот таким образом можно добиться успеха. Всегда ли вы находит взаимопонимание у чиновников? Ну, я сейчас что хотел по поводу чиновников сказать? Вопрос очень щекотливый, очень интересный и актуальный. Допустим, взять сейчас зал наш боксерский. Давайте заглянем туда. Да, ну, зал боксерский возьмем, далеко не пойдем за примером. 17 лет я работаю в этом зале, в 4-й школе. За все время спорткомитет ни одного рубля не дал. Ни одного рубля, пусть поднимут документы. Да, ни одну поездку, ремонт, прочие дела. Ничего там близко нет. А сейчас? Ну, подожди, можно я так скажу? Ни одного рубля не дали. По сегодняшний день, я говорю. Ни одного рубля не дали. Спорт-министр, точно так же мы ничего не имеем. Не получили ничего. Поездку, ни одну поездку, если сейчас поднять документы, ни одну поездку на турниры мы не получили. Я имею в виду денег. Да, на официальный ездим. И то для того, чтобы вытащить республику. Ну, вы понимаете, что вытащить, вытаскиваем. Но нам же надо хороший инвентарь. Нам надо ремонт залов. Ну, я безмерно благодарен. Особенно я бы сказал Картоеву, Амархану. Благодаря многолетней его поддержке, мы эти вопросы закрывали. Много раз помогал там с поездками, так, сяк. То, что нам нужно было. Были случаи, когда несколько лет нам не платили зарплату. Несколько лет не платили зарплату. Тоже такое было, поняли. Вот это было очень тяжеловато. То, что есть, то есть. И вот умудриться вот при таких убодих условиях делать результат, надо, говорю, сильно любить свою республику. Я вам так скажу. Даже сегодня бы, допустим, на голом месте это ингушетия появилось бы. Точно так же, через короткое время бокс был, развивался бы. Если бы, допустим, у меня была бы новая жизнь, и по-новому это все начать, на голом месте я бы снова развернул. Мне разницы нет. Где вы хотите, в Астрахань, хотите там где-нибудь поехать, там его никогда не было, я бы его расхватил. Нашел бы где-то, чего-то, как-то, и доказал бы, что мы оправдаем себя. Именно ингушетия. Вот она получила олимпийскую чемпиону в Пекине, Китае. У нас это Рахим Чахкиев. Он тренировался постоянно в своем четвертом, сам он недавно говорил, вот, в четвертой школе. Постоянно мы тренируемся у себя дома. Для чего мы это делаем? Пусть это тяжело, как бы там ни было. Просто мы показываем, что мы можем у себя дома готовить чемпионов. Сады, во вторую чу. И нам, это единственный, опять же, вариант, нам будут делать многомиллионный боксерский зал. Будет делать Москва. Вот за этот олимпийский результат. За олимпийскую? Да, за олимпийскую. Это не тот, который сейчас строится, специализирует зал. Не, не, ну еще не строят. Это сейчас уже обговаривали, ездили. Я сам ездил в Москву, вот. Ну, представьте, какой это подарок для нас. Да, конечно, вы что? Ну, я оправдываю свой кусок хлеба. Я к чему говорю? Ну, только нас обрезать, нас секрети не надо делать. Обрезать нас не надо. То, что мы заслужим, отдайте. То, что положено. Я бы много мог понять, много этих вопросов. Просто, ну, я считаю, где-то в другом месте это можно будет. Если надо, где-то поднимать этот вопрос. Вот, я бы не хотел. Вот, но тем не менее, я еще раз повторяю свой кусок хлеба, оправдываю. С огромным гаком. Но мне не надо просто, ну, уже надоело. Сколько можно, допустим, человека можно обкрадывать, там, или обделять, и все такое. Я это понимаю. Но я еще раз говорю. Неродивых у нас очень мало. Ну, попадается, где их не бывает? Бывает. Ну, и я бы, допустим, был бы я, допустим, от меня бы что-то зависело, я бы не ставил таких людей. Я бы не ставил их. Как только? Я имею в виду, люди, которые не могут оправдывать не на своем месте, я бы его отправлял бы домой. Чиновниками? Конечно. Конечно, я бы отправлял домой. Валя, ашер, и челгол. Пойди в другом месте работай. Пойди в другое место, если ты можешь. Вы считаете, что они присоедают в другую цель? Ну, это не новость. Понимаете, не новость. Я говорю, при желании можно у себя вот живя так, все можно делать. И еще я еще хочу сказать. Приходилось привозить мне картошку. Вот езжу я иногда летом. Бывает такой грех. Ну, в хорошем смысле. Подзаработали-то? Да, конечно, подзарабатываю. Я не должен отвлекаться. Вот я поехал, допустим, в Белгородскую область, в Липецкую область, там. Поехал, привез, купил там на месте картошку. Не могу поверить в это просто. Ну, а что там не верить? Жизнь заставляет. Ну, а куда деваться? Куда деваться? Выезжать я должен, ребятам что-то делать должен и прочие дела. И вот когда ты выезжаешь, привозишь здесь, сдал, купил, продал, приходится иногда и этим заниматься. Я хочу пригласить. Я хочу пригласить в гости к Устану Чапанову. Узнали, что тренер олимпийского чемпиона ждет таких ходов, что здесь же он работал, воспитывал его. Мало кто поверит. Ну, я сейчас что хочу сказать. Я благодарен Мурату Зязикову, бывшему президенту. Это он мне, вот единственный человек, который мне дал квартиру. Но она, собственно говоря, еще не доделана там, ее должны доделать там. То есть вы получили до Олимпиады, да? Да, до Олимпиады. Она к Олимпиаде никакого отношения не имеет, никакого отношения. Вот. Я ему за это безмерно благодарен. Ее сейчас, собственно говоря, доделают ее. Вот. Затем, значит, я благодарен этому человеку, то, что он, когда зал, который я попросил, большой зал сделать, хороший, добротный зал. Заложить, да? Да, он заложил этот зал, начали его строить, но, конечно, в основном придется, в основном это пришлось на нашему новому президенту Юнусбеку, Амат Гриевичу. Вот. Он молодец сейчас, вот его взял на баланс, проплатил деньги. И сейчас его большими темпами быстро строят и добротно строят. Я безмерно благодарен. Желаю ему быстрого, более быстрого выздоровления. И неоднократно я там был, в больнице в Москве. Правда, меня внутрь не запустили. Я за него переживаю, я за него болею. Как все мы за него болеем переживали? Я тем более. Вот. И я знаю, как он помогает, разговора нет, за ним дело не пропадает. Вот что мне нравится, он человек делает. Сказал, все. И вот сейчас такой классный зал, я говорю, доделывается. Еще, говорит, там с чем-то вам надо помочь, подходите. И сам проконтролирует. Посадил нас, меня в машину посадил, съездил, дал указания. Там плохо двигалась работа. И вот сейчас красавец, зал прекрасный для нашей республики, для Ингушетии. Это огромный подарок для наших. Да, это разговаривает. Может, еще одного, ни одного лейпийского чемпиона. Мы постараемся сделать все возможное. Ваши воспитатели могут так же успешно выступать, как в любительском, так и на профессиональном ринге? Как вы считаете? Ну, газета, вот здесь сейчас есть газета, тут как раз насчет профессионального ринга. Это, ну, мы его знаем все, Валуева. Да, Николай Валуев. Да, вот он, кстати, хотелось бы показать вам. Вот, Валуев, ну, его все знают. И он вот здесь за счет Рахима, говорит, Чахкиева, что у него школа, говорит, вот я смотрел, говорит, Олимпиаду, есть бойцов всех смотрел, говорит, и у него, говорит, ближе к профессиональному рингу его работа, техника, тактика. Ну, у меня уже много было ребят, которые на профессиональном ринге хорошо могут драться, хорошо могут боксировать. Идущие являются версии, это ВБА, ВБС и АйБФ. Три версии. Три версии, да, основные. Ну, там еще несколько есть, вот. Ну, и пока, говорит, ни один ингуш, они говорят мне, ни один ингуш не выиграл. Мы хотим себя проявить, выиграть, стать чемпионом мира, вот по этим версиям. Ну, я вам что сказал? Сказал. И сейчас другим ребятам, говорю, которые хотят на профессиональном ринге боксировать, ребята, это нелегко, вот. В каком смысле нелегко? Надо выиграть, чтобы стать полноценным профессиональным боксером, надо, вот, как Тайсон, как Рой Джонс, как, там, Дзю. Вот они выиграли все три основные пояса, выиграли. Вот это и есть полноценное. Раньше был Мохаммед Али, был Рокки Марчиана, был... Ну, много было людей, которые, да, выиграли основные версии. Интересный момент такой. Дзю не смог выиграть, не смог стать олимпийским чемпионом. Но выиграл три пояса. Три, все основные три пояса он выиграл. Вот. А вот выиграть олимпиаду он не смог. Он проиграл. Вот и думаете, что тяжелее. Тем более, олимпиада в четыре года один раз проходит. Конечно, я еще раз повторяю, у меня многие боксеры подпрофессионалы на ринг. Я хоть сегодня могу туда влезти, работать. Да, люблю там поехать и там, хоть в Америку. Как-то еще, только перестройка пошла, это было больше шестой год, в Горбачевское время. Тогда у меня была возможность выехать. С Советского Союза много поехали и работали. И звонили, говорили, но я не поехал. Я остался здесь у себя дома. И не зря остался. Сейчас очень много прекрасных парней. Руслан, конечно, мечта любого тренера – это воспитать олимпийского чемпиона. Вы достигли эту мечту. А что осталось в загажнике? Есть у нас еще надежды? Такие вот. Я знаю, что у вас всегда есть что-то в запасе. Ну, навсегда, говорится, тут здесь козырно всегда в рукаве. Есть неплохие ребята, я просто сейчас наперед не хочу сказать. Там, в один-два пацана у нас есть неплохие из учеников у меня есть. Просто до них там руки не доходили, в связи с тем, что я недавно сделал чемпионом мира по молодежи. У меня Яндиев или стал в Марокко, вы знаете. Спустя два года Рахим становится олимпийский чемпион. Многие, собственно говоря, удивляются, что вот это все происходит и делается. Но, тем не менее, это все мы можем делать. Какими словами вы обратились бы к нашей молодежи сегодня? Ребятам я всегда желал и желаю, значит, это, чтобы они стали хорошими спортсменами, те, кто занимается спортом, кто учится, чтобы хорошо учился. У меня вот есть ребята, которые сейчас, допустим, в Москве, они там, по-моему, даже где-то в известной, по-моему, в охране там у президента ребята учатся. Там Явлоева ребята хорошие у нас прекрасные есть, ученики, боксеры. Много есть ребят, которые могут учиться и быть известными инженерами, там, где-то строителями, где-то еще что-то. Вот, чтобы они занимались делом, чтобы они не ходили там, плохим делом не занимались. Вот. И особенно, конечно, я бы хотел, чтобы родители учили своих детей честности, порядочности. Вот. Хорошему делу. И ребят всегда учу, говорю им, чтобы они пошли в армию, в армию были прекрасными служивыми, солдатами были прекрасными, чтобы, если я не дам, допустим, медики, чтобы они были прекрасными медиками, почему? Потому что они, и, потому что им доверяют, им доверяется жизнь человека. Это ответственно, там по блату не должен быть блат. Вот. Кто может там, летчикам, кто может там, еще что-то. Было бы приятно. Вот слушаешь вас, Муслан, и невольно забываешься. Радусь за то, что вы есть. Я хочу, чтобы вы всегда это знали, что индусский народ вас ценит, любит, уважает и верит в вас. Спасибо вам за то, что вы воспитали и чемпиона мира, и чемпиона России, Советского Союза, олимпийского чемпиона. Мы преклоняем перед вами голову. Спасибо вам. И, конечно, удачи. И, конечно, удачи.